Добрый день, уважаемые студенты! Я Лисовик Валерий Станиславович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой строительного материаловедения и зелья конструкции Белгородского Государственного Технологического Университета им. Владимир Григорьевич. Владимир Григорьевич Шухова. Являюсь я также следователем корреспондентом в Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук и заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Мы с вами будем изучать курс строительного материала. Курс строительного материала является базовым курсом для студентов, которые обучаются в нашем университете. Курс строительного материала основывается на фундаментальных знаниях, которые получили вы при изучении химии, физики и математики. И в то же время курс строительного материала является базовым, фундаментальным для дальнейших дисциплин направления строительства. Вне зависимости от профиля, по которому вы обучаетесь, курс строительного материала является для вас базовым. Ну, понимаете, что если вы, допустим, обучаетесь по профилю механического оборудования, так вам надо знать оборудование, при помощи которого за счет строительных материалов вы, за счет сырья вы получите строительные материалы. Если вы являетесь студентами по профилю нашей кафедры, то тем более этот курс является базовым, так как в дальнейшем, основываясь на этом курсе, вы будете изучать такие дисциплины, как вяжущие материалы, как бетон, железобетон, отделочные материалы, теплоизоляционные материалы и так далее. Поэтому я еще раз повторяю о важности курса строительных материалов. Строительные материалы человеком применялись давным-давно. Еще на заре своего развития, первобытного общинного строя, человек применял такие статьи-материалы, как бут, бутовый камень. В качестве вяжущих он вначале применял глину. Затем, по мере своего развития, появилась целая гамма гажущих материалов, целая гамма строительных материалов. И сейчас без строительных материалов здесь человека невозможно. В среде строительных материалов человек проводит более 80% своей жизни. Поэтому от того, каким образом строительные материалы создают комфортную среду для обитания человека, зависит и продолжительность жизни человека на планете Земля. В настоящее время этому вопросу комфортности пребывания человека в среде обитания строительных материалов уделяется все больше и больше значения, внимания. И эта проблема, я думаю, что лет через 20-30 станет вообще основной. И сейчас, приобретая тот или иной дом или квартиру, мы вопрос ставим о цене квадратного метра. И нечасто мы интересуемся, из каких материалов построен наш коттедж или наша квартира. Еще раз повторяю, в дальнейшем это будет основной вопрос. Все строительные материалы подразделяются на конструкционные материалы, которые воспринимают нагрузку и являются основой того же коттеджа или многоэтажного дома. Вообще в будущем какая тенденция прослеживается? Что мы будем создавать каркас здания, как говорится, на долгое время, на века. А внешнюю отделку и внутреннюю отделку мы будем менять, как костюм меняет человек, как одежду меняет человек. Так сказать, довольно-таки часто. Вот представьте себе, каркасное здание. Сегодня у нас одни стены. Завтра, допустим, заменили на вентилируемые фасады и так далее. То есть через каждые лет 7-10-15, в зависимости от возможностей человека, возможностей государства, дома будут менять свой облик. Они не будут такими, как вот было 100 лет назад, построили дом и до сих пор, будем так говорить, внешность его практически не изменяется. Так что в этом направлении конструкционные строительные материалы являются базовыми. Ну, конструкционные материалы относятся к бетону, железобетону, кирпичу, различные металлы, древесину и так далее. Важные значения имеют теплоизоляционные материалы. Ведь толщина стены здания, в принципе, определяется теплопотерями здания в зимнее или летнее время. И если очень, так сказать, разумно, оптимально конструировать стену, то она даже в условиях климата сурового, в условиях Арктики, толщина стены может быть всего-навсего где-то 10-12 сантиметров. Это зависит от качества применяемого теплоизоляционного материала. Поэтому в настоящее время теплоизоляционным материалам их качество уделяется все больше и больше внимания. Если мы посмотрим по потреблению строительных материалов в Российской Федерации за последние 15-20 лет, то именно по темпам прироста теплоизоляционные материалы находятся на первом месте. К теплоизоляционным материалам относятся такие материалы, как ячистый бетон, минеральная вата, древесина, ну и другие материалы. Для, допустим, условий с севера, так, там вот, и где есть, допустим, торфяники, там применяются теплоизоляционные материалы, полученные из торфа, так, ну и так далее. Многие, значит, местные сырьевые ресурсы предопределяют развитие того или иного теплоизоляционного материала в зависимости от региона. Выбираете теплоизоляционный материал, я обращаю ваше внимание на то, чтобы вы подумали в случае экологии, потому что, ну, события последних лет говорят о том, что когда мы, к сожалению, не обращая внимания на экологию применяемых материалов, так, может быть, трагический исход во время техногенных катастроф, природных пожаров и так далее, и так далее. Важное значение имеют акустические материалы, звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы. Ну, часто так бывает, что мы, к сожалению, слышим соседи по квартире, как они говорят, там, поют песни и так далее, и так далее. Это вот как раз определяется именно звукоизоляционными материалами, так, акустическими материалами. Они применяются как для снижения уровня шума в помещении, так и применяются они для акустики, особенно театры, возьмите, так сказать, оперные театры, концертные залы и так далее. Важное значение имеют также гидроизоляционные и кровельные материалы. Для создания водонепроницаемых слоев, кровли, так, эффективно применять именно последнего поколения гидроизоляционные материалы, которые будут защищать от воздействия воды на протяжении многих-многих десятилетий, а то и веков. Ну, к гидроизоляционным материалам, вы знаете, относятся традиционные, это черепица, кровельное железо, асбисементные листы, так и довольно-таки современные материалы, получаемые из полимеров, получаемые из именно современных компонентов. Большое значение имеют также герметизирующие материалы. Это материалы для заделки швов в конструкциях, так, это применяются герметики, мастики различные, ну и так далее. Ну, естественно, очень важно применение высококачественных отделочных материалов. Отделочные материалы потерпевают довольно-таки большое изменение во времени, так, и они, и их имеется буквально сотни разновидностей. Ну, это начиная от традиционных лаков, красок, керамической плитки, линолеума, обои и так далее, и так далее. Очень большой спектр отделочных материалов в настоящее время имеется на рынке строительном. Поэтому каждый человек, в зависимости от своих возможностей, может выбрать те или иные отделочные материалы. Естественно, ни одно строительство, крупное промышленное строительство не может обойтись без материала специального назначения. Ну, это, во-первых, огнеупорные материалы, кислотостойкие материалы, специальные, значит, бетоны, плитки и так далее, и так далее. Ну, иногда некоторые материалы могут относиться, так сказать, к различному спектру по назначению. Ну, например, керамические материалы. Они могут быть и стеновыми, и отделочными, и теплоизоляционными, ну и так далее. Строительные материалы можно классифицировать также по способу изготовления. Так, самые первые материалы, которые применял человек, это материалы, получаемые механической обработкой. Ну, и до сих пор, вы знаете, на рынке часто бывают, допустим, стеновые материалы, полученные путем распыловки туфов, из ясняков, ракушечников. Тот же щебень мы получаем путем механической обработки, путем дробления скальных горных пород различного происхождения. Так, следующая группа материалов, это материалы, которые получаются путем термической обработки. Ну, например, вся керамика основана на термической обработке глинистых горных пород, ну, с различным спектром добавок. Так, значит, некоторые материалы получают более глубокой термической обработкой плавлением. Ну, это, во-первых, всем известно, это, так сказать, стекло. Ну, и большой спектр материалов получают омоноличиванием с помощью различных вяжущих веществ. Ну, например, те же широко применяемые бетоны. Есть щебень, есть песок, то есть крупный заполнитель, мелкий заполнитель. Для того, чтобы получить кардомерат прочный, так, вводят различного типа вяжущих веществ, вяжущие вещества. И таким образом получают такие материалы. Ну, вы знаете, что человек на различном уровне своего развития получал различные материалы и строил различные сооружения. Вот, например, одно из таких вот древнейших сооружений – это пирамиды, которые построены, так сказать, несколько веков тому назад. И они до сих пор поражают, значит, нас своей масштабностью, своей мощью и так далее, и так далее. Это все Египет, я вам показываю. Так, вот, Древний Рим, такие вот сооружения у нас остались, так, в наследство. Конечно, их можно было в настоящее время реконструировать, их можно было бы облагородить, но принято такое решение, что их не трогать, чтобы они были как памятник развития, так сказать, цивилизации. Памятник, так сказать, строителям, нашим предкам. Вот более совершенное сооружение, это уже начало 20 века, Эйфелевая башня, которая до сих пор поражает своим величием. Так, посмотрите вот ту же Пизанскую башню. Конечно, можно было бы ее и как бы поднять, поставить вертикально, так, но специально этого не делают для того, чтобы показать, ну, во-первых, ее, так сказать, там, укрепили основание, она теперь уже не изменяет своего положения, так, но и архитектура ее, так сказать, прекрасна. Ну и, наконец, одно из величайших инженерных сооружений, это Великая Китайская Сцена, которая видна с космоса без различных систем приближения, увеличения. На самом деле, это удивительное сооружение, которое поражает своим великолепием. Ну, в зависимости от времени, от развития, уровня развития цивилизации, так, значит, человек применял различные материалы. Вот вы увидите на слайде, что наиболее древний материал, как я и говорил, это будут исчебни скальных горных пород, которые применяются до сих пор. Так, он начал применяться, так сказать, начиная вот где-то с 16-12 эры, так сказать, до, вернее, от 10 лет до нашей эры, и до сих пор применяется. В качестве вязущей глина применяется также с тех же времен, так, и ее масштабы, с точки зрения применения в качестве вязущих, так, ну, последние где-то 100 лет, естественно, уменьшились, но применяется в настоящее время. Многие африканские государства, так сказать, строят из глины даже семи-девятиэтажные здания, потрясающие свои, скорее, архитектуры, стоят по 500, по 600 лет, построены из глины, так, в частности, в Йемене. Так, ну, дальше одно из таких, один из дальнейших своих материалов, это, естественно, древесина. Вот, древесина, это такой уникальный материал строительный, так, который как применялся, так сказать, за много тысячелетий до нашей эры, так и настоящее применяется время довольно-таки в больших количествах. Ну, и вот, с точки зрения системы, человек, материал средообитания, древесина является одним из тех материалов, которые создают комфортные условия для пребывания человека в этой среде. Один из древнейших материалов стеновых, это кирпич-средц. Его получали из глины путем формования, потом, так сказать, высушивания, и он применялся очень-очень, так сказать, широко. В настоящее время, естественно, он практически не применяется для этих целей. Дальше. Стеновые блоки из пористых горных пород. Ну, это имеется в виду, я говорил, вулканическая порода пориста типа туфа, это из ясняк-ракушечник. Это также очень-таки хорошие материалы, которые применялись еще на заре развития цивилизации и применяются достаточно успешно и в настоящее время. Что касается вяжущих веществ, то после глины человек начал применять воздушные вяжущие. Это и ясность, получаемая путем обжига известняка, и гипсовые вяжущие, которые получают путем обжига гипсовых горных пород. И это начиная с 19 века, значит, уже применяется, так сказать, гидравлический вяжущий такой, как романцемент. Так, затем применяется с 1824 года, когда Джон Асбдин предложил технологию получения вяжущего, похожего на наш цемент. Так, он является как бы родоначальником в Европе. И Егор Чилиев, это 1856 год, это наш русский инженер, предложил уже более совершенную технологию, практически похожую на технологию получения в настоящее время именно цемента. Так, и в настоящее время все больше и больше применяются именно цементы. В настоящее время в мире получают около, свыше 3 миллиардов тонн различных вяжущих, в том числе более 2,5 миллиардов тонн цемента различных видов. Ну и, наконец, рассвет производства этих материалов связан с 20 веком. Это, во-первых, легкие заполнители для бетона, получаемые путем обжига глин и вспучивания. Это керамзит, это ячеистые бетоны, очень быстро ворвавшиеся в технологию строительного производства. И они постоянно, в последние десятилетия набирают объемы своего использования. Это, значит, бесклинкерные гидролитические вяжущие, это, значит, керамобетон, композиционные вяжущие, тонкомолотые цементы, вяжущие низкой водопотребности. Так, вот 20 век, особенно вторая половина, концовка 20 века, уже связана во многом с экологией производства статистических материалов. Дело в том, что, создавая благо на земле, создавая условия комфорта, человек в то же время не должен забывать об экологии. Итак, вы убедились в том, что номенклатура статистических материалов довольно-таки широкая. Потому что статистические материалы, как я сказал, различного назначения, различной стоимости, значит, у них, естественно, различная сырьевая база. Но объединяет статистические материалы, все статистические материалы, как именно наличие сырьевой базы, так и общности в технологии их получения, не озирая на то, что они отличаются очень друг от друга. Сырьевой базой промышленности статистических материалов являются горные породы. Горные породы, они подразделяются на два вида. Горные породы, которые получены за счет внутренней энергии Земли, это так называемые эндогенные горные породы. И горные породы, которые получены за счет геологических и космохимических процессов на поверхности Земли, это так называемые экзогенные горные породы. Экзогенные горные породы – это осадочные породы, а эндогенные горные породы, они подразделяются на магматические и метаморфические горные породы. К магматическим относятся горные породы, такие как граниты, диариты, лабрадориты, габры, диабазы, базальты. К эфузивным горным породам, то есть породам, которые образовались за счет остывания лавы, относятся вулканические туфы, перлиты, туфобрекчи и так далее. Но более детально этот материал мы будем рассматривать в курсе, который называется инженерная геология. Итак, широкая номенклатура горных пород позволяет получать и большое количество различных статистических материалов. Причем в зависимости от сырой базы, та или иная страна использует различные горные породы. Ну, например, для производства щебня. У нас в Российской Федерации используются для получения щебня такие горные породы, как граниты, базальты, известняки, песчаники. А, например, в Соединенных Штатах Америки 8% заполнителей бетона получают за счет гравийно-галечных смесей. Еще раз повторяю, специфика сырой базы предопределяет и специфику производства тех или иных странных материалов. Значит, вся керамика практически основана на использовании глинистых горных пород. Причем для получения грубой керамики, это, в первую очередь, кирпич областейной красной глинины, используются горные породы гидростудистого, манбарилеин, гидростудистого состава и так далее. То есть такие общераспространенные глинистые породы. А для получения уникальных керамических изделий, например, тот же фарфор, электротехническая керамика, огнеупорная керамика, используются очень редкие, дорогостоящие глинины, состоящие из минерала каолинита. В качестве мелкого заполнения бетона, практически во всех странах мира, используется кварцевый песок. То есть объединяет, я еще раз повторяю, широкую номенклатуру средних материалов, это сыровая база. Ну и технология производства материалов, не взирая на широкую номенклатуру средних материалов, основа технологий практически идентична. Первое, что мы закладываем в получение материала, это, естественно, поиск и разведка сырьевых ресурсов. Этим занимается специализированная геологоразведочная организация. Затем идет добыча сырья, его первичная переработка, которая часто осуществляется горнодобывающими предприятиями. Затем идет формование сырья. Мы формуем изделия из сырья. Ну, например, тот же керамический красный глиняный кирпич, или силикатный кирпич, или же, или же, так сказать, гранулы для получения керамзита и так далее. После формования, перед формованием, естественно, необходима тщательная гомоогенизация, перемешивание сырья. Затем после формования идет технологический передел, который называется формование. Формование, да, о чем я и говорил. После формования идет специальная обработка. Специальная обработка заключается в следующем. Если у нас керамика, это терминическая обработка, облик. Если у нас идет получение материала гидротационного твердения, то это или твердение в естественных условиях, или метод пропаривания. Если у нас применяются вяжущие автоклавные утвердения, например, когда мы получаем силикатный кирпич, силикатные бетоны, или ячеистые материалы автоклавного твердения, так сказать, применяется именно обработка в автоклавах при давлении от 8 до 10 атмосфер и до температуры до 200 градусов именно в автоклавных условиях. Затем идет процесс, так сказать, после специальной обработки, процесс, так сказать, транспортировки, складирования и направляется уже, идет транспортировка и направляется материал потребителю. Транспортировка также имеет очень большое значение, потому что при транспортировке, если вот транспортируются, например, вяжущие вещества, то они должны транспортироваться в специальных условиях, чтобы не было контакта с влажным воздухом, тем более с водой, иначе качество того же цемента резко падает. Так, если транспортируются, допустим, теплоизоляционные материалы, они обычно не высокой прочности, так, там, предел прочности при сжатии может быть около одного МПА, то есть 10 кг, квадратный, то в таких условиях транспортируют такие материалы, так, необходимо стремиться, чтобы они, не было механического повреждения, чтобы они не разрушились при транспортировке. Дальше, при, значит, разгрузке, ведь, иногда еще бывает так, что привезли кирпич, прекрасно, отделочный материал, там, лицевой кирпич, нет крана, и пытаются разгружать при помощи самосвала, так, естественно, качество такого материала резко падает. Что еще можно сказать о строительных материалах? Более, значит, детально, так, я остановлюсь на характеристике наиболее значимых строительных материалов, так, ну, к таким относятся, в первую очередь, это неорганические вяжущие. Вообще, вяжущие вещества, это довольно-таки серьезный, так сказать, класс материалов, так, которые предопределяют качество конгломератов. Ну, я имею в виду под конгломератами это и бетоны, это и стательные растворы, так сказать, а бетоны, это и особо тяжелые бетоны, применяемые для защиты радиации, это и тяжелые бетоны, из которых выполняют конструкционные материалы, конструкции зданий и сооружений, это и ячеистые бетоны, которые являются и конструкционно-теплоизоляционными, и теплоизоляционные материалы и так далее. И все эти материалы получают на основе неорганических вяжущих веществ. Неорганические вяжущие вещества, так, они подразделяют на воздушные вяжущие вещества и гидравлические вяжущие вещества. Ну, к воздушным, как я говорю, относятся гипсовые вяжущие, воздушные вязвищные, магнезиальные вяжущие, жидкое стекло. Больше всего распространены из воздушных вяжущих, это гипсовые вяжущие вещества и воздушная строительная изнести. Гипсовые вяжущие вещества получают путем обжига природного гипса, это горная порода, состоящая из минерала гипса, формула гипса картина 104 умножена 2 молекулы воды. При обжиге теряется полторы молекулы воды и формула гипса картина 104 умножена по молекулу воды. Как видно, из этой формулы, при обжиге гипсовых горных пород удаляется в атмосферу вода в парообразном состоянии и с этой точки зрения получение гипсового вяжущего не наносит практически никакого ущерба окружающей среде. И вот именно с этой точки зрения гипсовый вяжущие очень, так сказать, такие перспективные вяжущие, как я считаю, тем более в настоящее время на основе гипсовых вяжущих мы получаем и гидравлические гипсовые вяжущие. Это очень перспективное направление в материаловедении. Воздушная известь. Воздушную известь получают путем обжига из ясняков или мел. Известняк или мел состоит из мелокальцита. Формула карты СО3. При обжиге кальцит разлагается с уделением СО2 в атмосферу. Вот с этой точки зрения производство извести строительной загрязняет окружающуюся виду. Затем, как я говорил, в более-менших масштабах применяются магназиальные вяжущие вещества и жидкое стекло. гидролитические вяжущие в основном в настоящее время портланцемент, специальные портланцементы, так и портланцементы с различными гидролитскими добавками. Это очень сложная технология получения неорганических вяжущих веществ. она связана с тем, что применяются горные породы различного состава. Лучшим сырьем для получения портланцемента является мергель. Мергель состоит из кальцита и глинцых минералов, то есть это природное сырье для получения цемента. Если нет мергеля, как например у нас в Белгородской области, то получают путем смешивания сырья это известняка или мела и 25% глины. Путем обжига мергеля или вот такой смеси, которая называется шланг, при температуре где-то 450 градусов получается клинкер. Затем клинкер идет на помол и при помоле получается уже цемент. Цемент получают на цементных заводах, это довольно-таки крупное производство, состоящее из горного цеха, то есть цех, где добывают, которые добывают сырьевые ресурсы. Глину, например, имел, как у нас на Белогородском цементном заводе, старосходцев цементном заводе. Затем глина имел тщательно перемешиваются в мокром противом добавления воды, получают гомогенную смесь, так называемый мокрый способ получения клинкера, или же перемешивание в сухом состоянии, так, сухой способ получения клинкера. Затем идет обжиг в вращающихся печах, это вот довольно-таки серьезное инженерное сооружение, цементная печь, и она достигает длины 200 и выше метров. Вот здесь она наклонная печь, и по мере вращения сырье перемещается с холодного конца печи навстречу газовоздушному факелу, так, происходят сложные процессы превращения сырья в клинкер. Так, и затем, затем, значит, путем помола клинкера в шаровых мельницах получается непосредственно уже цемент. При помоле клинкера добавляют обязательно природный гипс для регулирования сроков схватывания. Ну, последнее десятилетие, для того, чтобы уменьшить себестоимость получения цемента, снизить нагрузку на экологическую среду, при помоле клинкера вводят различные минеральные добавки. Это, во-первых, шлак, шлак апартлан цемент называется, такое вяжущее, вводят минеральные добавки, такие как перлит, зола, специально полученный, так сказать, метаколинит, ну, где-то до 40% шлака обычно вводят, до 20% минеральных добавок. Хотя последними работами, в том числе и работами научной школы нашей кафедры, доказана возможность получения композиционных вяжущих с использованием широкой гаммы горных пород, которые ранее не использовались для получения композиционных вяжущих. на основе вяжущих, о которых я говорил, получается целая гамма стыльных конгломератов. Вот они представлены у вас на слайде. Вы видите, что это и тяжелые цементные бетоны, это железобетонные изделия, силикатные, силикатные бетонные материалы автоклавного твердения. Почему автоклавное твердение? Потому что вяжущие полученные путем помола извести и кварцев песка в естественных условиях не твердеют. Нужны повышенной температуре и давление. Такая атмосфера создается именно в автоклаве. Затем получают широкую номенклатуру различных бетонов, азбестоцементные изделия, легкие бетоны, гипсовые и гипсобетонные материалы, растворы, специальные бетоны, ну и так далее. Довольно-таки большим направлением является получение строительных анамератов на основе органических полимеров, так называемые полимерные материалы. Полимерные материалы это и модифицированные природные полимеры, это полисурфидные каучуки, это крино-органические полимеры. Вообще у нас будет специальный курс посвященный полимерам, поэтому более детально останавливаться на этой проблеме я не буду. Значит, что хотелось бы еще сказать по строительным материалам, так сказать, заключая данную лекцию. Строительные материалы окружают нас постоянно и везде. И от того, каким образом мы будем эти материалы получать, на основе какого сырья с какими, так сказать, энергоносителями, так, то в зависимости от этого будет и себестоимость этого материала и расходы энергии. Дело в том, что 21 век так, это век энергосбережения. События последних десятилетий, в том числе и крупная последняя авария в Японии на атомной электростанции, подтверждает мысль ученых, высказанных еще лет 70-80 назад, что развитие цивилизации будет сдерживаться отсутствия недостатка энергии. Так вот, в этом плане промышленных средних материалов Российской Федерации она очень энергозатратна. Очень энергозатратна. Мы в целом даже по России тратим на единицу внутреннего продукта в 20 раза больше энергии, чем в развитых странах Европы, Соединенных Штатах Америки и той же Японии. Это в целом по промышленности. А если брать по промышленности этих материалов, то здесь еще более энергозатратно это направление. Поэтому от того, как мы будем внедрять последние достижения ученых в области строительного материаловедения, в том числе и наших ученых, нашего университета, будет зависеть конкурентоспособность Российской Федерации на международном рынке. Удачи вам!